Здравствуйте, с вами магазин, установившись интернет-пунктам, на обзоре матемедийной системы на базе Android от компании TESI для HVLH9. Модель T-PRO2 с диагональю экрана 9,7 дюймов в вертикальном формате в стиле Tesla. Встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит максимально аккуратно, встает в бещере без зазоров, по проводке подключается разъем в разъем. Меняется вот эта лицевая панель, рамка выполнена из черного глянцевого пластика, очень хорошо вписывается в интерьер автомобиля. Ну и конечно саун стал гораздо более современным и с мультимедийной точки зрения гораздо более функциональным. По коншине передается информация о подкрытых дверях, полностью вся информация по климат-контролю выводится на экран магнитола. Информация по подогреву сидений, по уровню обдува, по температуре. Кнопки на мультируле также все активны. Работают кнопки громкости, выключение звуков, кнопка Mode, которая переключает между всеми источниками. Ответы и сброс звонка. И переключение треков. Также по климат-контролю есть вот такое вот специальное меню и в сенсорном формате можно управлять всеми климат-контролем. По внешним подключениям штатный USB-порт подключается и также еще дополнительно выводится вот сюда бардачок. Они поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами и воспроизводить это все на магнитоле. Также еще для данной магнитолы можно докупить слот для сим-карты, чтобы пользоваться интернетом. Стандартной комплектации этой магнитолы не идет, поэтому здесь только доступно подключение по Wi-Fi. То есть можете раздать интернет с своего мобильного телефона и подключиться здесь по Wi-Fi. Но также можно докупить слот под сим-карту, который также выводится в бардачок и соответственно установить сюда уже сим-карту. Штатную камеру заднего вида также подключили. Включается она автоматически при включении задней передачи. Здесь на экране отображается информация по парктроникам, как по передним, так и по задним. И здесь соответственно изображение с задней камеры. Динамические линии, конечно же, сохранились. Здесь все осталось по штатному. Также еще есть настройки по яркости, цветности, контрастности. В специальном меню автомобиль выводятся штатные показания по автомобилю. И также еще есть штатные настройки по автомобилю. Большинство штатных настройок здесь поддерживается. Планшет работает на операционной системе Android, поэтому здесь доступны все современные математические возможности, которых не было изначального автомобиля. Здесь есть магазин приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Их там десятки тысяч. Также уже предустановлены Яндекс.Навигатор и YouTube. Есть эквалайзер для настройки звука с множеством настроек. Здесь вы сможете построить все под свои предпочтения. Звук достаточно хороший, магнитол выдает. Также есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. И множество других полезных мультимедельных функций, которых не было раньше. Обращайтесь к нам в компанию. У нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедельное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов. Более подробно обо всем вы сможете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам с постоплатой. Вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. Есть собственная служба технической поддержки. И от магазина дается гарантия как на оборудование, так и на установку. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok